В конце минувшей недели состоялись парламентские выборы в Армении. Победу одержала партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна гражданский договор, за нее проголосовали почти 54% избирателей. Главный оппонент Пашиняна, бывший президент Армении Роберт Кочарян, вместе со своим политическим блоком Армения, получил всего 21% голосов и потерял шанс вернуться в большую армянскую политику электоральным путем. Но почему армяне столь массово проголосовали за личности партию, на которых лежит ответственность за проигранную войну в Нагорном Карабахе? Почему избиратели поддержали человека, которого еще полгода назад хотели буквально растерзать прямо в правительство? В чем разница политических программ и подходов Пашиняна и Кочаряна? Давайте разбираться вместе. Неудачная попытка Роберта Кочаряна вернуться во власть. Как уже было сказано, главным противником Пашиняна на выборах был бывший президент, впрочем, успевший побывать и премьер-министром, Роберт Седракович Кочарян. Интересно, что до политического кризиса 2020-2021 года Кочарян проявлял мало интереса к возвращению во властные структуры родной страны. С 2009 года он живет в России и сидит на хлебной должности у миллиардера Евтушенкова в АФК-система. Но увидев слабость Пашиняна, его сильнейший антирейтинг и хаос в армянском обществе, Кочарян решил попытать счастье и вернуться в большую армянскую политику. Для этого им были оптом скуплены русскоязычные журналисты и блогеры, освещавшие конфликт в Карабахе с проармянских позиций. Подключился и всем известный медиарешила Арам Габрелянов, куда же без него. Иногда денежный поток за пиар Роберта Седраковича прерывался, и в эти моменты подчиненные Габрелянова давали волю эмоциям и критиковали бывшего армянского президента. Потом финансирование налаживалось, и тон комментариев вновь становился теплым. Освещая ход выборов, в Армении Габреляновская сетка активно рассказывала о том, что Кочарян набирает абсолютное большинство, все городское население голосует за него, и победа уже близка. К сожалению или к счастью, это оказалось таким же фейком, как и репортажи тех же каналов про карабахские города, якобы не взятые азербайджанской армией. Для армянских пропагандистов такой стиль работы стал уже не исключением, а правилом. Видимо, ни Арам Ашотович, ни его коллеги не сделали выводов из собственных медийных ошибок. Ведь армяне не полные дураки, и как любой народ они видят и чувствуют, что им врут, а любая ложь отвращает слушателя, пусть даже люди не заявят об этом вслух. Истеричная стратегия объявления всех голосующих за Пашиняна предателями, турками и просто мразями не дала никаких результатов. Во-первых, оскорблять людей непродуктивно, а во-вторых, истерика никогда. Не красит мужчин и не провоцирует уважение к ним. В общем, первая неудача Кочаряна связана с неправильной, но очень самоуверенной стратегией и политической борьбы. Кочарян преподносит себя как пророссийского политика, который по слухам, раскручиваемым все той же габреляновской сеткой, встречается с президентом Путиным и решает с ним вопросы. Но действенная ли эта стратегия, быть пророссийским политиком в Армении? В той самой Армении, где запрещены российские телеканалы, где в школах не преподают русский язык, а молодежь выходит на протесты с русофобскими плакатами, потому что русские по их мнению мешают армянам жить. Полученная Армении поддержка от российских миротворцев, которые фактически спасли эту страну от полного краха, вовремя вмешавшись в конфликт, была воспринята армянами без особой благодарности. Скорее наоборот, отовсюду мы можем слышать истеричные крики о том, что русские нас предали, продали нас туркам, почему они не пошли вместо нас воевать за Арцах. Это усредненно утрированный пересказ постов, которые можно встретить в блогах или даже официальных армянских СМИ. В общем, армянское общество не готово к адекватному, то есть для обеих сторон честному и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией или кем бы то ни было еще. Определенная политическая незрелость толкает армян к выбору более инфантильных отношений, в формате страна Н придет и поможет нам за красивые глаза. Увы, Россия и так слишком милосердно относится к закавказскому соседу, но у нашей страны есть и собственные интересы. К тому же, никаких доказательств реальной прорусской позиции у Кочаряна нет. Быть номинальным другом Путина недостаточно. Тем более, что нынешняя Армения и без Роберта Сидраковича вполне находится в фарватере российского влияния. Кочарян правил страной более 10 лет назад, фактически в совершенно другой политической конфигурации. И нет никаких гарантий, что будь он на месте Пашиняна в 2020 году, он смог бы более эффективно отразить мощь азербайджанской армии. Даже канал Варгонза в одном из своих постов обвиняет Кочаряна в нерешительности и отсутствии активности на поле боя. Вполне справедливое обвинение. Судя по слабой предвыборной кампании и довольно унылой программе, озвученной им на эфире у Познера и других журналистов, Роберт Сидракович не был готов активно бороться за власть, а потом также активно управлять своей страной. Это больше напоминало безостенчивую попытку вернуться к кормушке и заняться выпрашиванием кредитов у больших стран с попутным разворовыванием средств. Армянский народ это почувствовал. Особенно если учесть, что за годы политической работы Кочарян приобрел стойкую репутацию казнокрада. Такой медийный эффект, помноженный на слабую кампанию, обернулся предсказуемым провалом. Фактически на фоне Кочаряна оказался выгодно подсвечен даже такой, казалось бы, ненавидимый народом политик, как Никол Пашинян, человек, проигравший главную для армян войну и еле удержавшийся у власти после череды бурных уличных протестов и закулисных парламентских войн. Граждане Армении во многом голосовали не за Пашиняна, но против Кочаряна и этот результат говорит сам за себя. Стратегия Пашиняна безрадостна, но необходимо армянам. Но главное, чем отличаются между собой кандидатуры и программы Кочаряна и Пашиняна, это видение конкретного ближайшего будущего Армении и Карабахского региона. Роберт Кочарян, человек войны, открытый реваншист, поддерживаемый армянскими элитами, которые мечтают заново собрать армию и отвоевать Арцах. Пашинян, напротив, политик, подписавший трехстороннее заявление мирный договор, то есть признавший проигрыш в войне, смирившийся и постепенно двигающийся к выстраиванию новой политической конфигурации в регионе, пусть психологически неприятный для армянского народа, зато реалистичный. Мечты о реваншизме греют душу горячим головам, но они утопичны. Армянская армия, даже если влить в нее миллиарды долларов, все равно находится в небоеспособном состоянии. Мировое сообщество не поддержит армян, ведь война ведется на общепризнанной территории Азербайджана. Для русских приоритет в Закавказье – это мир и отсутствие боестолкновений, а не потакание национальным иллюзиям армян. В конечном итоге мечты о возмездии рассыпаются как песок сквозь пальцы, и сами армяне это прекрасно понимают. Перед народом Армении сегодня стоит невероятно сложная прежде всего психологически задача – признать поражение в войне, смириться и переступить через него, чтобы идти дальше. Это тяжело, но других путей нет, потому что реваншизм и мечты о том, что скоро отвоюем Арцах – это приятная, но все же фантастика. А хочется жить. И жить здесь и сейчас, в том числе и в городах Карабаха. Беженцам из Карабаха некуда идти, ереванские армяне не спешат оказывать им помощь, ибо в тесной ереванской агломерации и своим не всегда находится место под солнцем. При этом армянская пропаганда убеждает эвакуировавшихся из Карабаха, что в Ханкенде и других городах их ждет геноцид, оккупация и тому подобные ужасы. Карабахские армяне напуганы, но они видят, что в регионе строят дороги, аэропорты, школы и больницы. Да и с кем теперь воевать азербайджанцам, когда они уже победили? И делать это под пристальным вниманием всего мира себе во вред. Но можно, конечно, выставлять азербайджанцев карикатурными злодеями, но только не дураками и самоубийцами. Адекватные люди все понимают. И понемногу армянское население как непосредственно Карабаха, так и Армении, снимает с себя это психологическое напряжение и думает о собственном будущем. Будущем без войны, которую не выиграть, без пустых обещаний от друзей Армении, которые живут в уютных московских или парижских квартирах без нищеты и безнадеги. И поэтому они ставят галочки в бюллетенях за Пашиняна. Не потому, что им нравится Пашинян, не потому, что он стопроцентно выражает их интересы. Нет, просто люди хотят стабильности и предсказуемости, а не новых потрясений и реформ, которые оплачиваются жизнями простых армян. Перед Пашиняном сегодня стоит задача подписания полноценного мирного соглашения, которое окончательно внесет ясность во взаимоотношения Азербайджана и Армении, застолбит точные границы двух стран и позволит разблокировать регион для торговли, логистики и других экономических процессов между всеми странами Закавказья. Это позитивно повлияет и на экономику самой Армении, которая сегодня находится в глубоком кризисе. В этом, на мой взгляд, главный ключ к понимаю итогов голосования, армяне голосуют за стабильность и спокойствие, а не мечты о новой войне. И этот зрелый выбор – признак политического взросления нации. Пожелаем всем жителям региона мира и благополучия. А сами продолжим следить за политикой в Закавказье.